Не прекращающееся ни на секунду почти двухчасовое музыкально-театральное действие. Новогодний концерт Дворца культуры железнодорожников 2 января прошел при полном аншлаге. Он стал первым концертом в наступившем 2017 году и назывался «Новогодний маскарад». Дворец культуры не зря называют создателем праздничного настроения. Он каждый год первым распахивает двери перед зрителем и приглашает насладиться игрой актеров и выступлением солистов и ансамблей. И жителям Буя всегда приятно посмотреть концерт не по телевизору, а вживую, с блистающими на сцене кумирами. И быть таким образом в гуще событий, чувствовать себя причастными к общему веселому празднику. «Новогодний маскарад» открыл новый танец «Шока-барокко» в исполнении народного ансамбля танца «Молодость» под руководством Светланы Далматской. В Новый год возможно все. В полночь начать не просто двигаться, а танцевать могут любые существа. Ведь «Новогоднюю ночь» называют сказочной, в это время оживает само волшебство. Танцевальный блок, представленный в концерте, был ярким и разнообразным. «Молодость» в тон новогоднему настроению выступила с тематическим танцем на сюжет главного новогоднего российского фильма «Ирония судьбы или с легким паром». Группы народного ансамбля танца «Ленок» «Надежда» под руководством Любови Беляковой и «Конфетти» под руководством Юлии Коноваловой представили по несколько танцевальных композиций, как самостоятельных, так и в качестве подтанцовок к вокальным номерам. Ритмы вальса, танго, цыганские мелодии и русские народные песни в популярной обработке – одним словом, произведения на любой вкус. Все нашло отражение в хореографических номерах. Танцевальные проходки даже предваряли выступления других участников концерта, заменяя конферансье. Ведущие, кстати сказать, тоже на протяжении всей программы сменяли друг друга. Таким образом создавалось впечатление нон-стоп-концерта, который и делался, и смотрелся на одном дыхании. Музыкальные номера чередовались с театральными. Артисты народного театра порадовали зрителя сценами из различных комедийных постановок. Зритель рукоплескал Светлане Леоновой, Ольге Смирновой, Валерию Агафонову, Алексею Скурихину, Юрию Кварталову. В концерте приняли участие и выпускники хореографических коллективов. Группа «Ассорти» была в образе цыганок. Выпускники Илья Малов и Денис Иванов предстали бравыми моряками. Звучание русских народных инструментов – это особый колорит любого концерта, близкий каждому из нас. Особое праздничное настроение в зрительном зале дворца всегда создает выступление ансамбля русских народных инструментов «Тальяночка» под руководством Владимира Чиенко. Коллектив часто выступает с солистами. Одна из них хорошо знакома буйскому зрителю – это Левтина Баталова. Под звуки баяна задорные песни исполняет народный хор «Русь». А песни в исполнении солистов хора так и зовут пуститься в пляс, что и делали на сцене танцоры ансамбля «Танца Ленок» вместе с солисткой хора Мариной Смирновой. Необычным песочным шоу зрителей порадовала гостья из Ярославля – Татьяна Леденцова. Своё музыкальное поздравление буевлянам подарили и солисты-вокалисты, и звездные дуэты – Татьяна Глазкова, Елена Федотова, Ольга Фелькер, Любовь Белозерова, Марина Павлова, Валерий Сиваков, Евгений Уларев. Сергей Морозов в этом концерте спел известный хит «Черный кот» вместе со своей дочерью Екатериной. Перед самым завершением концерта на сцене появился главный герой новогоднего праздника – Дед Мороз, о котором его спутница Снегурочка пела на современный лад, как о крутом мужчине с бородой. Новогодних персонажей представили Дмитрий Гончаренко и Екатерина Жаворонкова. Вокальный ансамбль «Джингл» по традиции представил попури популярных песен. В этот раз была выбрана новогодняя тематика. Вокальное выступление сопровождал танец. Солистка «Джингла» Кристина Оставхева подарила зрителю песню Полины Гагариной «Million Voices», ставшую популярной после Евровидения 2015. 2016-й был в нашей стране годом отечественного кино. Всем буявлянам запомнилась постановка Дворца культуры железнодорожников «Сельская кадриль», посвященная одному из любимых художественных фильмов «Любовь и голуби». В новогоднем концерте главные герои фильма вышли на сцену не с голубями, а с другой домашней птицей. Им оказался петух. Понятно, что это не случайность, поскольку петух – символ наступившего 2017 года. Сюрприз от Татьяны Глазковой и Сергея Морозова очень понравился зрителям. Они встретили киноперсонажей и живого петуха бурными аплодисментами. Овации долго не смолкали и на финальном выступлении артистов Дворца. «Новый год» Замечательный концерт. Отдохнули от души. Спасибо большое. Подняли настроение. Зарядили нас хорошо на все каникулы. Отлично, вообще прекрасно. Концерт подарил новогоднее настроение, атмосферу праздника. Отлично, замечательно, очень понравилось. Благодарны всем артистам, всех с Новым годом наступившим. Счастья, здоровья, любви всем. Скажите, вот создал ли этот концерт сегодня праздничное настроение? Да, конечно. Я бы еще посмотрела с удовольствием. Продолжение. Настрой хороший, новогодний, оптимистический, задорный. Концерты всегда нас радуют в Доме культуры. На все концерты ходим, внучка нас танцует. Поэтому очень-очень понравился концерт, конечно, хороший. Ну вы, наверное, ведь не только на внучку, правда? Конечно. Вообще на всех, да? Да. Ну вот создатель настроения – это, конечно, дворец культуры. Сегодня у него получилось это? Да. Как и всегда. И в год петуха. Нас тоже порадовал. Ведущие очень понравились. Ведущие. Они все менялись от номера к номеру, чтобы дать всем выступить. Ну и, конечно, Сергей Морозов и Татьяна Глазкова в интерпретации фильма «Любовь и голуби» очень понравились. И с символом этого года. Все очень профессионально, потому что нравится. И сцены, и костюмы, и уровень, и все осталось. То есть я понимаю, я всегда был уверен, что мы лучше, но просто лишнего утверждения. Как часто ходите сюда? Постараемся посещать на все концерты. По мере возможностей. Мы из чистых боров. Вы специально на кого-то приехали посмотреть или просто? Нет, просто посмотреть на всех. На всех. Да. Много знакомых. Да, очень много знакомых. Выпускников нашей школы. Просто, наверное, пришли на концерт с друзьями. Давно уже посещаем концерты наших буйских умельцев. Ну, стараемся по возможности ходить. Вы на кого-то ходите или просто? Просто как событие, концерт как событие? Просто, да, как событие. Очень рады, что Дворец культуры продолжает существовать. Все артисты дарят нам хорошее настроение. Очень рады. Всем спасибо. Развиваться. 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 Творческих успехов. Больше побед в конкурсах. Больше гостей принимать. В общем-то. И самим. Всего хорошего. Самое главное здоровье артистам дворца и всему коллективу. Самое главное здоровье. И дворцу процветания, чтобы все было хорошо. И наш дворец существовал долгие-долгие годы и всегда. И артистам творческих планов, хороших номеров и добрых зрителей. Продолжение следует.